У белой медведицы Авроры, которая живет в Роевом ручье, появилась просторная берлога. Ее построили по соседству с основным вольером на случай, если подозрения работников зоопарка подтвердятся, и медведица действительно окажется беременной. Внутри берлога похожа на ту, которую животные строят в природе. В ней три комнаты, в каждой поддерживается своя температура. А чтобы следить за состоянием Авроры и будущего медвежонка, установлены две камеры видеонаблюдения. Как рассказали в зоопарке, проверить действительно ли у Авроры и медведя Феликса будет пополнение невозможно. Для этого медведесу придется обездвижить, а это может навредить плоду. Если Аврора действительно беременна, это будет первый белый медвежонок, рожденный в Роевом ручье. Пополнение ждут этой зимой. Эта берлога все как по правилам медвежьего родильного дома. Дело в том, что на острове Врангеля, где большинство белых медведей строят берлоги для того, чтобы произвести на свет потомство, берлоги трехкомнатные, разноуровневые. В каждой комнате своя температура для того, чтобы медведица могла перемещаться из комнаты в комнату. У нас тоже берлога трехкомнатная, установлены теплофоны, где мы можем снаружи регулировать температуру, установлены датчики. А пока красноярцы могут понаблюдать за медвежьей парой. Для посетителей парка флоры и фауны устраивают показательные кормления. Феликса и Аврору, например, угощают форелью и свининой, которая заменяет дым жирных тюленей. Причем в день каждый хищник съедает около двух с половиной килограммов рыбы и до десяти килограммов мяса. Посмотреть график кормления медведей, птиц, тигров, росомах и других животных можно на сайте зоопарка. Также посетители Роева ручья сегодня смогли сфотографироваться с совами, бородатой неясытью мыхом и птенцом ушастой совы дусей. И узнать интересные факты об этих хищных птицах. Специалисты, например, рассказали, что у сов очень большие уши, закрытые перьями. А голову они могут поворачивать на 270 градусов и запрокидывать на 180.